Из чего состоит, да? Вот есть внешняя опора, она про наши отношения, друзей, семью, работу, здоровье, наверное, тоже, да. Это то, что, вот, видимо, осязаемо, мое физическое тело, сюда же относится структура правила, порядок и некоторые ценности, да, про которые мы в концепции много говорили. Это на самом деле тоже все клевые штуки, они упрощают жизнь. Если у меня есть распорядок дня, если у меня есть на работе четкое расписание правила и распорядение обязанностей, это очень упрощает жизнь. Но в какой-то момент, если следовать только вот этой внешней правилам, можно потерять что-то более важное. Итак, есть внутренняя еще опора, это про мое тело, про что-то глубинное во мне, что называют душой. У этой души есть какие-то знания, какой-то опыт. У нее есть момент здесь и сейчас, в котором часто либо появляются ответы на вопросы, либо вопросы просто исчезают и становятся хорошо. Также у меня есть контакт с Землей. Это некое правило гравитации, которое меня поддерживает. Я привязан к Земле, я не улетаю в космос. У меня есть мой центр жизни, центр энергии, он чуть ниже пупка находится. И как раз через Землю в него входит энергия, она меня наполняет. И есть еще определенные вещи во мне, которые можно почувствовать. Дыхание, биение сердца, и это то, что у меня никто не отнимет, ну, пока я жив. И концентрируясь на дыхании, на сердцебиении, на центре и на Земле, я могу вернуть себе вертикальное положение. Вертикальное положение, оно как в прямом, так и в переносном смысле. В прямом смысле, что я стою или сижу в сиде, это нейтральная позиция, когда я готов чего-то обсуждать, принимать решения, действовать и так далее. Лежа, полулежа и прочие всякие такие состояния, они скорее про отдых и про нежелание решать что-то. Также ко внутренней опоре относятся доверие к себе и ресурсы, про которые мы с вами тоже частично уже говорили, которые желательно втелеснить, чтобы понимать, чего я люблю, и обращаться к ним по мере необходимости. Как будем работать с опорой с внутренней, через тело, вот как раз втелеснивание ресурсов, увеличение чувствительности через все каналы восприятия, концентрироваться на звуках, вплоть до того, что в простых бытовых каких-то вопросах больше осознанности проявляю. Мою посуду и чувствую, как провожу губкой по тарелке, как вода касается моих рук и так далее. Это есть книжки с практиками и лекции всякие про медитации, осознанности. Если надо, посоветую какие. То есть, по сути, медитацию можно расширять на всю жизнь. И задача-то, в принципе, в жизни побольше вот этого всего осознавать. Для того, чтобы, ну, наверное, не потерять себя в процессе делания дела, да. Когда очень чрезмерно погружаешься в само дело. Значит, ведение дневника помогает. Принятие внутренней силы, мы с вами частично с этим работали, с теневыми какими-то аспектами, забота о себе. Вот тут как раз настоящая забота о себе, про какую-то свою внутреннюю уязвимость, ранимость. И про это сейчас уже тоже есть много книг замечательных про работу с внутренним ребенком. Если надо, тоже посоветую. И есть внешняя опора, про которую я уже говорил. И здесь можно поработать через некоторые тесты, диагностику, поисследовать вообще, в каких сферах жизни у меня косяки, где мне требуется мое участие, да, вмешательство. Есть вот терапия действия. Обычно в терапевтических процессах я предлагаю, когда человек, мы поработали с какой-то ситуацией, он что-то осознал, и я спрашиваю, что в реальной жизни помогло бы тебе, какое действие нужно тебе совершить, да, там, не знаю, позвонить кому-то, что-то сказать, куда-то пойти, вплоть до придумывания какого-то магического ритуала. И тут, в принципе, берем любой ритуал и переделываем его по-своему, или просто выдумываем заново. Короче, черная магия превращается в белую, если мы позволяем вот этой... Когда есть энергия на изменения, надо просто взять и что-то совершить. И это офигенно важный момент, потому что, не совершая ничего, очень велика вероятность, что вот эта энергия, которая открылась на терапии, на осознавании себя, она со временем утихнет, затухнет, и вот эта привычная колея паттернов поведения меня направит опять в то русло, из которого я пытался выбраться. Ну и, конечно же, групповая личная терапия. Это прямо вообще то, без чего, мне кажется, ну вот это доверие сложно очень восстановить. Продолжение следует...